Всем привет, с вами Владимир Коваленко, он же мастер кладки, все по-прежнему еще. Несмотря на то, что мы сейчас не работаем, это не декорации, как может кому-то показалось, это суровые реалии наших будней сейчас, воздушная тревога, все в убежище. Повторно, да, Лех? Ладно, закрывай дверь, умащивайтесь поудобнее. Так что вот так вот и проводим, так сказать, досуг наших сегодняшних дней. Но сидеть сейчас как бы без дела, ждать пока пройдет воздушная тревога, и все выйдут в бомбоубежище, ну не знаю, не могу я так, поэтому поделюсь с вами какой-то информацией, ну и надеюсь, кому-то это будет полезно. Так, друзья, ну что, пока настраивал свет, к счастью, воздушную тревогу отменили, и мы сможем продолжить теперь на улице. Солнце, конечно, светит хорошо, весна приходит, но я, наверное, одену очки, потому что вам картинка будет хорошая, а мне все время будет светить. Итак, друзья, как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о таком материале, как арболит. Арболит. Арболит – это легкий бетон на основе цементного вяжущего, органических заполнителей, таких, допустим, как костра конопли или древесная щепа, также может быть костра льна, до 90% объема и химических добавок. О них немножечко дальше поговорим. Также его еще называют как древобетон. Арболит изобрели в Голландии в 1930-е годы, по-моему, а в СССР он был разработан и стандартизирован в 60-е годы. В то время было построено, по-моему, где-то около 100 заводов, производящих арболит. Арболитовые блоки сегодня занимают не самое большое место на рынке стеновых материалов для частного домостроения. Поизучав эту тему плотно, я понял, что арболит, где-то, конечно, он довольно-таки популярен. Не так, конечно, как газоблок, но, тем не менее, есть своя популярность. У нас арболит, к сожалению, вообще не популярен и в Украине его практически нет. Но многие утверждают, что арболит на сегодняшний день создает серьезную конкуренцию газоблоку. Но почему на Ютубе роликов с арболитом гораздо меньше, чем с тем же газоблоком? В свое время арболитовые блоки были достаточно-таки популярны. Но на сегодняшний день статистика, скажем так, стеновых материалов показывает немножко другие цифры. Всем известен, сейчас лидирует у нас газобетон, кирпич немножечко меньше, потому что уже стало подороже из него строиться и так дальше. Не знаю почему, но почему-то они у нас не прижились, эти блоки. Да и вообще, давайте взглянем правде лицо. Вот сколько лет уже, много лет уже арболит. Хотя я говорил в одном из своих видео, что арболит не проверен временным. Он где-то может быть и проверен, но у нас он абсолютно не проверен, потому что материал абсолютно не популярен. Да, друзья, говорил, потому что у нас, может, и есть дома из арболита. Они есть, да, но их насколько малое количество, что по сравнению с тем же газобетоном, кирпичом, там даже керамзитоблоки, шлакоблоки, ну их минимальное просто количество. И как таковых, соответственно, отзывов у нас очень мало о нем. Да и вообще, почему же люди не строят из арболита так, как строят, допустим, из того же газоблока? Чуть меньше, но все же из того же кирпича, чуть там еще меньше, но все же из того же керамзитоблока. Почему? Значит, где-то все-таки, ну, есть у людей какое-то недоверие к этому блоку. Значит, чем-то он людей все-таки настораживает. А может, арболит, как материал, просто не раскрыт именно самими производителями этого материала? Так как это стараются где-то раскрывать, наверное, производители керамоблока. Керамоблок тоже как продукт, он может быть где-то не раскрыт, но тоже как-то вот как арболит. Наверное, вот где-то они у меня стоят на одном месте. Керамоблок сейчас продается в свободной продаже без проблем. Арболита же в свободной продаже у нас нету. У нас нету производств по арболиту. У нас, может быть, есть где-то какая-то кустарщина. Но, опять же, друзья, мы понимаем, что с кустарного блока, да, можно сделать какую-то хозпостройку, да, можно сделать какой-то гараж, не знаю, какое-то техническое помещение, но дом себе строить настораживает из кустарного, согласитесь. Выдержать все ГОСТы при кустарном производстве очень тяжело, поэтому, если блок кустарного производства, а не заводского производства, а кустарщины, именно арболитовых блоков очень много, то есть, если вы возьмете блок кустарного производства, в дальнейшем большая вероятность, что могут у вас возникнуть проблемы с вашими стенами. Может, это людей и напрягает, что много кустарщины без никаких сертификатов качества и лабораторных испытаний, которые, собственно, в свое время и мы сделали вот над этим блоком. Когда-то несколько лет назад я снял видео про арболит, как хотели запустить его производство, как делали первый станок, как подбирали пропорции, вот, как забивали вот эти первые кубы для проверки в лаборатории на прочность. А мы его проверяли в лабораториях, об этом есть видео, давили, блок треснутый, в принципе, показатели, как бы, были удовлетворительные, можно было начинать производство. Сейчас будем проводить испытания на сжатие нашего арболита. Сейчас померяем площадь, для того, чтобы правильно определить свою прочность. В принципе, будем давить. Кубик выставили четко. Вот-вот-вот-вот-вот, видно, пошло-пошло. За счет своей эластичности он держит, как бы, еще сопротивляется. Бетон бы уже давно разрушился. Да. И вязкости, наверное, да? Да. Это еще одно из преимуществ арболитового блоку. Да. Вязкости. В принципе, все, стрелка остановилась. Показывает 1500. Разрушение произошло. Получилась у них марка, ну вот, по нашим расчетам, по нашим записям, марка 5, грубо говоря, и марка 6, тоже, грубо говоря. Вот табличка по техническим требованиям к арболитовым блокам из разных материалов. Здесь и древесина, и рисовая солома. Ну, нас, в частности, интересует костра конопли. Марка 5. 400 килограмм на метр кубический. Как раз мы попадаем на теплоизоляционные материалы. Ну, это нас устраивает. Эти показатели, эти пропорции по компонентам при замесе данных блоков. Что касается конструкционно-теплоизоляционных блоков, марка получилась у нас 17 и 16. Ну, исходя из этой таблицы, маловато. Будем пробовать, будем добавлять, скорее всего, цемент. Будем пробовать где-то 10-20 килограмм на метр кубический. Добавлять цемент. Доложить цемента. Ну, и будем потом пробовать давить, что из этого получится. Так вот, когда мы произвели, скажем так, первый готовый блок, в общем-то, амбиции были большие и мечты были светлые. Первый блок сделан. Какие выводы мы можем сделать? Первое. Возможно, можно попробовать сделать блок немножко меньше. Для того, чтобы он был легче, возможно, он будет лучше держать форму. Второе. Ввести в состав чуть больше вяжущего компонента, для того, чтобы блок был плотнее, тогда он потеряет по теплопроводности. И это тоже, возможно, даст ему какую-то прочность на начальном этапе, для того, чтобы он схватывался и не терял свою геометрию. Мечты были светлые. Производить качественный, недорогой, экологически чистый и доступный абсолютно всем материал. Нужно держать большое количество форм у себя в наличии. Второе. Эти формы нужно чем-то смазывать, например, эмульцолом, что не совсем экологично. А движение у нас направлено на экологичность, то есть мазать форму эмульцолом для нас не вариант. Но не всегда в этой жизни получается, как нам хочется. К сожалению, у нас спрос на арболитовые блоки практически отсутствует напрочь. Ну и, собственно, как оказалось со временем, уже чуть позже, производство арболита пришлось остановить. Так и, соответственно, не запустив его. А Конфуций говорил, каждый большой путь начинается с маленького шага. И этот шаг мы сегодня сделали. Вот так. Чтобы как-то оценить этот блок, давайте сопоставим его плюсы и минусы, а в конце видео подрезюмируем. Итак, давайте начнем с хорошего. Начнем с плюсов арболитового блока. Первое. Арболитовый блок относительно не тяжелый. С ним удобно работать. И поэтому дискомфорта, ну, скажем так, прикладки блока, как бы физически, он не вызывает абсолютно никакого. Второе. Хорошо работает на изгиб. В отличие от того же газобетона, который, в принципе, на изгиб не работает. Поэтому мы помним, да, что там и фундаменты соответственные, и армирование через каждые три раза и так дальше. Третье. Экологически чистый продукт. Ну, понятно. Дерево или костра конопли, цемент и отвердитель. Это хлористый кальций, являющийся химической добавкой в блоке арболит. Кстати, которая используется в пищевой промышленности. Потому что многие, кто слышит там химия, значит, начинают сразу химия, вредная и так дальше, и тому подобное. Следующее. Не поддерживает горение и не тлеет. Следующий плюс – это удобоукладываемость. Не знаю, там, скорость укладки при работе, в общем, удобство в работе с этим блоком. Это, конечно, плюс, потому что блоки большие, в принципе, так же само, как и газобетон, но плюс из-за того, что они даже немножко легче. Следующий плюс. По тем отзывам, которые мне присылали после снятых несколько видео о арболите, там, не знаю, лет пять назад, наверное, я могу сказать, что все люди как один пишут, что дом из арболита очень теплый. Негативных отзывов я о нем не слышал. Где-то, может, как бы, как обычно, один-два пролетает, ни без того, ни без негатива, но в основном практически сто процентов люди довольны, и сто процентов только положительные отзывы. Знаю, что следующий плюс многие отнесли бы в минус. Арболитовый блок легко пилится, то есть обработка, да? А многие скажут, Вова, он же ж дубовый, как он легко пилится, чем он легко пилится. Друзья, как бы это ни звучало дикостью, но да, пилится он отлично. Обычной бензопилой или электропилой класс. Деревянный брусок, скажем так, конечно же, есть, да, здесь есть цемент, конечно же, отвердитель, все. Вот, естественно, конечно, цепь надо будет точить немножечко чаще, но вы, грубо говоря, режете, ну не знаю, какое-то там полено, да? Вот если там блок, допустим, стандартного своего формата, режется бензопилой и электропилой просто на ура. Если, допустим, тот же керамзитоблок, тот же блок на основе там отсева, не знаю, шлакоблок какой-то, чем работаем? Мы работаем болгарками или, если это пустотный блок, соответственно, можно даже киркой, то есть специалисты часто очень разбивают блок как вдоль, так и поперек просто обычной киркой или же режут болгаркой. Там немножечко как бы это все сложнее, от болгарки идет пыль, вот здесь бензопилой отрезал как брусок, я отношу это в плюс. Арболитовые стены достаточно прочные, соответственно, проблем с крепежом не возникает. Ну, по крайней мере, не должно возникнуть, если это у вас хороший, качественный заводского производства арболит, а не кустарщина какая-то. Соответственно, повесить какие-то шкафы, бойлер, котел, что-то еще тяжелое, шведские стенки, еще что-то, турники, в принципе, без проблем. Можно там какими-то саморезами серьезные, можно даже там, не знаю, 150-й, 200-й гвоздь заколотить, влетает просто как в обычный брусок. Вот забейте в брусок и попробуйте тот гвоздь вытянуть. С газоблоком, конечно, там, допустим, немножечко другая история. По газоблоку нужны специальные крепежи, ну, в принципе, тоже на газоблок можно вешать тяжелые какие-то предметы, но уже с применением спецкрепежей. Здесь же намного все проще. Это дерево, вы в любом месте забили гвоздь, вам не надо дюбель, повесить какую-то картину, повесить какое-то бра, то, что не тяжелое даже, не надо никакие дюбеля мастерить, вам достаточно просто даже обычный там или саморез крутить, или гвоздь забить. Я отношу это в плюс. Следующий плюс арболита в том, что стены из него, ну, как у нас повелось называть, дышащие. Отчасти еще дышащие стены от того, что сам блок, он имеет микро, скажем так, поры. Да, конечно, мы его на просвет так не увидим, вот, но немножечко как бы есть легкое продувание по стене. Об этом немножечко позже поговорим более подробно по поводу продувания. Но арболит дышащий материал, кто этим сильно заморачивается, кто не доверяет, допустим, там, газоблоку, кто не доверяет, там, утеплению, экструдированным, там, пенополистиролом или, там, еще какими-то видами утеплителей, пожалуйста, арболит экологически чистый и дышащий материал. Но, опять же, говорю, микропросветы, они в арболите присутствуют. Именно технология арболита, именно те материалы, да, щипа, вот, допустим, то есть микропросветы, они будут в любом случае, то есть это надо принять. Штукатурка внутри и снаружи, это решает, конечно, но микропросветы, они будут. На солнце даже не пытайтесь, вы этого не увидите. Вот, а когда дом у вас уже будет, скажем так, построен, ну, многие замечали, что идет легкое продувание стены. Поэтому, но, опять же, чисто, экологичный, и стены у вас будут дышащие. Живете в доме, никакой астмы, никакого качля, не задыхаетесь, дорогостоящую вентиляцию не надо сделать, в этом деле плюс, я считаю. Наверное, этот пункт мы еще увидим и в минусах, но об этом дальше. Следующий плюс, это очень маленькая усадка блока, около 0,4%. И, как правило, если дом дает небольшую усадку, то есть небольшую усадку в пределах разумного, то стены не трескаются, арболит как бы сам немножечко вот сжимается, играет, понимаете? Тут он, он работает на изгиб, в отличие, опять же, от того же газобетона, как многие говорят, мной любимый. Вот. Поэтому я говорю сейчас так, как оно есть. Это, конечно, не тот случай, когда вы, допустим, забокопорили как-то фундамент, фундамент разорвало в клочья, естественно, тогда уже пойдут и стены. Никакой арболит уже не выдержит. Конечно же, и арболит, стены из арболита, естественно, тоже порвет. По плюсам мы пробежались, теперь поехали, пройдемся по минусам. Итак, первый минус, это, конечно же, геометрия. Не могу сказать, что в тех видео, которые я посмотрел, ту информацию, которую я изучил, а я изучил по арболиту много информации, вот, ну, как бы в тех видео, что я смотрел, сильно страдает геометрия. Ну, вот вы сейчас посмотрите, да, вот кубик квадратный, вроде все красиво. В некоторых видео даже смотрел даже очень достойные, ну, прям вот ровненькие, вроде как резанный газоблок. Где-то смотрел, видел, производители, вот, и рулеткой меряют, и угольник прикладывают. То есть они хотят убедить, что геометрия просто идеальнейшая, прямо вот как в том же самом газоблоке, который режется, да, а не формируется, ну, методом прессования, как бы там, в форме. Так вот, меряют производители рулетками, меряют угольниками, угольник прикладывают, все стороны, там, 90 градусов, идеальненько, кромочка палец порезать можно. Это все хорошо, это все, конечно, плюс таким производителям, что они стараются максимум делать качество, не только, как бы, как составляющую самого блока. Поверьте мне, богатому моему опыту и практике о строительстве, в каменном строительстве, я уже больше 20 лет, кто меня смотрит, тот знает. Я укладывал абсолютно разные блоки, на растворы, на клея и так дальше. Я знаю все погрешности любых блоков, которые сформированы, ну, методом, скажем так, вибрирования, да, прессования в форме. Я помню еще, и многие помнят еще, пенобетон, который не заливается, как газоблок, одним большим кубом, а потом он режется, вот, а заливался в формы. Соответственно, геометрия была отвратительнейшая, перепад был там и до сантиметра, соответственно, мы его укладывали на цементно-песчаный раствор. Если кто сейчас может поспорить, что Вован, ты не прав, геометрия отличная, прям как у газоблока, у арболита. Вот, давайте сейчас вернемся к керамзитоблоку, давайте сейчас вернемся к шлакоблоку, там, ну и так дальше. Мы же их на клей не укладываем, потому что мы понимаем, что блоки эти делаются в форме и геометрия гуляет. Даже если его взять в руки, он красивый, но в кладке, когда мы уже начинаем с ним работать, там выплывает абсолютно другие движения. Мы его укладываем на цементно-песчаный раствор. Сантиметр, полтора сантиметра, да, шовчик. Таким образом, мы можем нивелировать каждый ряд, идеально вывести его в идеальный горизонт за счет цементно-песчаного растворного шва. Этот же материал производители заявляют, что его можно с легкостью укладывать на клей. И да, в основном все ролики, ребята показывают, что укладывают на обычный клей, да, вот на тот же клей, которым мы укладываем газобетон. Но стоит вопрос, а как же они компенсируют, а как же эти мастера или, не знаю, или самостройщики компенсируют, допустим, вот такой вот перепадик. Вот такой вот, допустим, перепадик. Да, это есть и, скажем так, в том идеальном газоблоке, который режется пилами. Но там, мы знаем, там это дело все шлифуется. Даже если у нас получается какой-то зубик, у нас есть специальные терки, там, наждачки. Мы шлифуем, мы зуб убираем. Это же, ну, материал такой, что его не отшлифуешь. Соответственно, каждый ряд надо выводить идеально. То есть, если у нас геометрия вот здесь вот загуляла, видите, верх идеально, а низ вот такой вот небольшой перепадик. Значит, мы его как будем компенсировать? Правильно, компенсировать все это дело мы будем клеем. А это может доходить толщина клеевого шва до 5 миллиметров, а может быть и больше, в зависимости, какая погрешность будет по блоку. Здесь уже как бы теряется именно сам смысл укладки арболита на клей. Опять же говорю, если максимально, предельно классная геометрия у арболита, можно, конечно, на клей где-то немножечко приподнять, но если вот такие вот там до 5 миллиметров, ну, это у нас кубы экспериментальные, да, вот до 5 миллиметров перепад, то там, конечно, лучше уже использовать цементно-песчаный раствор. Вот и, ну, потому что у вас может просто, вы сейчас уложили, у вас остался вот такой зуб, вы что-то здесь клеем вывели, дальше пошло-пошло, а многие знают, что как первый ряд сделал, так у вас все и пойдет. А если у вас с первого ряда вот такое пошло, второй ряд еще больше, а третий ряд уже будет полный завал, полнейший завал. Поэтому лучше цементно-песчаный раствор, но тут уже как бы теряется именно уже, ну, не знаю, сама философия, наверное, да, то есть мостики холода, соответственно, то есть, соответственно, уже, значит, его надо не только штукатурить, а и утеплять, ну, и вот такая вот история. Я даже вот ролики смотрел, и в процессе кладки арболита начинали сразу с гребенчатым шпателем, все нормально, пользуются, все класс, первый ряд, а потом пошло, смотрю, начало набегать, все, ребята уже, ну, скажем так, на вертикальный еще можно, да, сделать гребенчатым шпателем. Опять же, если геометрия позволяет, если нету вот такого вот, когда вы прижимаете, и здесь у вас просвет получается, то горизонтальный, смотрю, уже наносят просто от руки, то есть такой слоечек клея наносим от руки, чтобы снивелировать нам и выйти под шнурочку. Ну, я считаю, это где-то здесь, наверное, вот в геометрии вот хранится такой вот минус. Водопоглощение. У арболита водопоглощение, ну, очень приличное, большое, на него можно просто вот сюда лить воду, и он будет так ее спокойненько впитывать. Ну, вы сами понимаете, да, что поры между, ну, скажем так, щепой или, там, кострой конопли или, там, кострой льна в любом случае не присутствуют, то, конечно же, вода сразу же туда поглатывается, не то, что как губка, просто льете, и она туда в серединку льется, льется, льется. Это минус. Как только вы выстроили коробку из арболита, я рекомендую хотя бы наружную стену сразу же за штукатурей, чтобы у вас от косого дожья вот не было впитываемости, такой жесткой впитываемости именно в сам материал, а тем более это когда у вас осень, а тем более если у вас уже заморозки, не дай бог, вы сами понимаете, напитает, начнет замерзать, ничего хорошего, конечно, с этого не будет. Следующий минус, как мы уже ранее немножечко уже этот вопрос обсудили, да, это продувание самого блока. Арболитный блок может где-то давать небольшие микроскопические такие вот просветы, наверное, ну, не трещины, а просветы микроскопические, и не на швах, не на швах, а именно по структуре самого блока. Ну, и это, соответственно, влечет за собой продувание стены. Вы, наверное, сейчас мне скажете, что, Вовчик, заштукатурил понаруже, заштукатурил снутри, и все, живи, не заморачивайся никаким там продуванием стены и так дальше. Так-то оно так, но нам же-то хочется, чтобы мы сделали дом, и у нас уже как бы, ну, чувствовали, мы себя защищенными, да, я хочу зайти в дом, даже если у меня не заштукатурено, и когда на улице ветер, мне не хочется, чтобы мне в ухо дуло, допустим, да, вот я поставил окна. Ну, как-то так, вот, поэтому, ну, я считаю, что это как бы относится к минусу. Кстати, мы вот как-то плавно подошли от штукатурки и к адгезе их сразу, потому что будут спрашивать, ладно, какая адгезе, то есть, насколько хорошо пристает штукатурка, потому что по газоблоку куча есть вопросов, потому что и надо делать адгезионный мост с клея, да, вот, подождать, пока он схватится, а потом уже только штукатурить, чтобы сцепка была за что-то. Адгезия, это, кстати, тоже в плюсы я запишу, что адгезия штукатурки к арболиту очень, кстати, хорошая. Никакой адгезионный мост с клеем не надо делать, то есть, адгезия штукатурки с арболитом, ну, хорошая, то есть, можно спокойно штукатурить, как по кирпичной стене. Арболит это заводского или кустарного производства, опять же, какая будет его плотность, он может быть вот такой вот, вот, как с этой стороны, видите, у нас, ну, это экспериментальный, да, то есть, вы можете наштукатурить, оно что-то начнет обсыпаться вместе, вместе со щепой, потому что некачественный был материал, то есть, проверяйте, тестируйте, когда покупаете, требуйте сертификат качества и так дальше. Следующий минус, это шумоизоляция. Шумоизоляция, скажем так, так же, как и у стен из газобетона, давайте просто скажем, что она хуже, чем у кирпича, вот так вот. Я бы рекомендовал, даже если вы сделали, построили себе дом из арболита, внутренние перегородки делать из кирпича. Если вам не принципиально шумоизоляция в доме между комнатами, делайте без проблем из арболита. Есть и сотый арболит, так же самый перегородочный, по-моему, и семидесятку делают. Поэтому, если вам не принципиально, я же говорю, шумоизоляция, делайте так же из арболита. Если вы хотите, чтобы у вас по максимуму, скажем так, дом был, ну, именно по максимуму из дерева, да, потому что, как ни крути, дом у нас на 90% будет состоять из дерева, если это щепа, допустим. Следующий минус – это ценовая политика. Арболитовый блок на сегодняшний день, не знаю, я помониторил, вот, но он стоит дороже, он стоит дороже, чем, допустим, там другие какие-то стеновые материалы. Сами понимаете, потому что здесь дерево, а дерево на сегодняшний день, оно взлетело, взлетело просто куда-то в космос. Не знаю, если будет дорожать и дальше, я не могу представить, в какую цену этот материал будет в дальнейшем, в будущем. Если будет подорожание на дерево продолжаться и дальше, это будет уже не арболитовый блок, это будет уже золотой блок. И этот блок будет доступен только, ну, не знаю, единицам, наверное. Ну и последний минус, вот мы немножечко об этом уже сегодня разговаривали. Это минус состоит в том, что после того, как вы построили коробку, не знаю, там своего дома или какого-то помещения, обязательно нужно заштукатурить фасад. Если еще летом можно там как-то немножечко подождать, да, блок там, допустим, под дождями, где-то под косым дождем намок, потом высох, ничего страшного. Но если это, опять же, осень, если это у вас уже на носу, скажем так, там заморозки, морозы, обязательно надо штукатурить. Сделали летом, лучше не оттягивайте, заштукатурьте, потому что и штукатурка у вас должна еще набрать свою прочность. Минус в том, что даже если вы, ну, скажем так, уже не располагаете финансами, вам надо как-то вкрутиться, чтобы сделать еще штукатурку. Из того же газоблока или там из какого-то керамоблока, в принципе, фасад может стоять без проблем, можете жить там несколько лет, не делать на это акцент, не тратить деньги, а сделать лучше, ну, на внутрянку бросить эти финансы. Вот здесь же надо обязательно сразу позаботиться и с фасадом. Ну, как-то так, ребята, получается, что у арболита, не знаю, плюсов больше у нас получилось, да, по-моему, 10 плюсов и 7 минусов. Можно, конечно, что-то еще вытягивать, высасывать с пальца, но я постарался объективно, объективно снять ролик, объективно сопоставить плюсы и минусы, и отвечу также еще на несколько вопросов. Можно ли его облицовывать кирпичом? Потому что знаю, что будут вопросы. Или, допустим, обшить там сайдингом или еще чем. Да, без проблем, конечно же, можно, а почему бы и нет? Следующий вопрос буду предугадывать. А построил бы ты себе лично дом из арболита? Многие знают, что я в этом году планировал строить себе дом, дом мечты, так сказать. К сожалению, к нам пришла война. Дом я планировал строить из газоблока. Ну, мы эту тему уже обсуждали неоднократно. Но если бы у нас были производители арболита, и которые выпускали бы качественный материал, вы знаете, я бы крепко задумался. Я вам серьезно говорю. Я бы крепко задумался, чтобы из этого материала построить дом. Из кустарщины не хочу строить дом. Да, можно гараж, можно хозпостройку какую-то, не знаю, курятник и так дальше, но только не дом, где будут жить в нем мои дети. Поэтому, не знаю, появится производитель какой-то. Дай бог, будет у нас мир над нашими головами. Дай бог, живы будем, не поврем. Я же говорю, появится, выйдет кто-то на рынок. Я готов рассматривать этот блок. Вполне даже. За неимением такового строим, скажем так, из того материала, который у нас на рынке сегодня есть. Ну, еще один вопрос. Также предугадаю наперед, наверное. А почему сам себе не сделаешь арболитовые блоки? Вы же подобрали пропорцию. Все протестировали его. Субтитры создавал DimaTorzok Отдавали в лабораторию. В принципе, уже практически все, практически тот путь был пройден для того, чтобы запустить арболит уже в производство. Первый блок сделан. Какие выводы мы можем сделать? Первое. Возможно, можно попробовать сделать блок немножко меньше. Для того, чтобы он был легче, возможно, он будет лучше держать форму. Второе. Ввести в состав чуть больше вяжущего компонента, для того, чтобы блок был плотнее, но тогда он потеряет по теплопроводности. И это тоже, возможно, даст ему какую-то прочность на начальном этапе, для того, чтобы он схватывался и не терял свою геометрию. Арболитовое производство. Ну, сложное, несложное, но в любом случае. Нужно оборудование. Нужно держать большое количество форм у себя в наличии. Нужны формы и так дальше. С одной формой далеко не уедешь. И по одному блоку клепать далеко не уедешь. Не хочется там до глубокой, я же говорю, старости, хотя сейчас в наше время о старости даже это как-то и не задумываешься. Вот хочется просто построить дом, успеть в нем еще пожить, и чтобы в нем жили мои дети еще долго и счастливо. Если я буду делать арболит сам, я просто буду всю жизнь его клепать, потом уже просто не останется время для того, чтобы из него строить дом. Ну и последнее отвечу. Многие, наверное, вот думали, смотрели, да. Давайте вот этот вот возьму, такой более квадратный. А что же это у тебя за желтые вот такие блоки? Друзья, это первые неудачные такие, скажем так, эксперименты. Вот такие блоки получились. Они какого-то неестественного цвета. Ну и тем не менее, даже с такого блока можно построить какую-то хозпостройку. Сейчас они у меня просто валяются на улице, и я хочу проверить, как быстро, не знаю, они разрушатся, распадутся, сгниют и так дальше. Просто ради своего интереса делают такой эксперимент. Еще, друзья, арболит должен производиться на вибропрессах. А некоторые некачественные производители просто его формуют без вибропрессов. Просто сформировали так, чуть-чуть его как-то придавили, и все, на сушку. Вот, собственно, друзья, и почему страшно брать кустарщину. Потому что, ну, повальное нарушение технологии, скажем так, производства этого блока. Все хотят производители кустарщины сделать быстрее, впарить послаще, забрать быстрее бабки. А там, как говорится, вода прибудет, нас не будет. Это было мое субъективное мнение, как специалиста в каменной кладке. Мое субъективное мнение, конечно, может где-то быть правильным, где-то может быть неправильным, естественно. Но это мое мнение. Это мнение, скажем так, моего опыта больше 20 лет. А дальше смотрите сами. Как всегда, информацию собирайте по максимуму с нескольких источников. По максимуму, если вы хотите построить дом с данного материала. Ну, а кто уже живет в доме из арболита, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и напишите в комментариях свои плюсы и минусы данного материала, которые я, возможно, пропустил. Сейчас нам не до строительства в Украине. Идет война. Но я надеюсь, что будем живы, не помрем. И когда-то все-таки я построю свой дом мечты. Сниму вам весь этот процесс в подробностях. И кто знает, возможно, этот дом будет именно из арболита. А на сегодня у меня все. С вами, как всегда, был Владимир Коваленко. Он же мастер кладки. Даже в такое тяжелое для нас время. Стараюсь поддерживать как-то канал. Стараюсь давать какую-то полезную информацию. Потому что, ну, этот посыл, он идет уже на протяжении 8 лет на Ютубе. Только давать правильную и полезную информацию своим подписчикам. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Сейчас мы его развиваем. Там своя движуха, быстрая интерактивность. Ссылочка на телеграм-канал будет в описании в этом видео. Конечно же, подписывайтесь на этот канал. Жмякните этот гребаный колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых роликов. А я, как всегда, желаю вам удачи. И только мирного неба над головой. Всем пока.